Мы продолжаем сегодня изучение недельного раздела Торы Шмот, первая глава книги Шмот. Самое начало. Вот имена сыновей Израиля, пришедших в Египет. Они пришли с Яковом, каждый своим семейством, Рувен, Шевмон, Ливи, Еуда и Сахар, Звудуна, Бениамин, Данли, Нафтали, Гадве, Шев. Всех душ, пришедших с Якова, было 70. А Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все его братья, и все то поколение. А сыны Израиля расплодились, размножились, возросли, усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля. И встал новый царь над Египтом, который не знал Иосифа, и сказал своему народу, вот народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас. Давайте ухитримся против него, чтобы он не размножился. Иначе, когда случится война, присоединится он к нашим врагам, и будет воевать против нас, и выйдет из страны. И поставили над ним налоговых чиновников, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил городоохранилище фараону, питом, и рамсес. Но чем больше его потесняли, тем больше он умножался и разрастался, и постылило им из-за сынов Израиля. Вот так начинается порабощение, а в дальнейшем и угнетение еврейского народа в Египте. Это и наша тема, тема сегодняшнего урока. Как же всё началось? Из чего всё началось? Прежде всего, следует обратить внимание на то, что перед тем, как Тора начинает рассказывать о начале порабощения, она отмечает, что и умер Юсеф, и все его братья, и всё то поколение. И только после этого приводится причина, которая толкнула фараона на какие-то действия, а именно чрезвычайное размножение и усиление еврейского населения, и уже непосредственно его меры. Но вот предисловие ко всему этому – и умер Юсеф, и все его братья, и всё то поколение. То есть, как делают отсюда наши мудрецы, вывод, и в Талмуде это сказано, и Раш его приводит чуть дальше, в 6 главе, что пока был жив хотя бы один из братьев Юсефа, хотя бы один из сыновей Якова, порабощение не началось. Прежде всего, это означает вот что. Пребывание в Египте названо нашими мудрецами Галут. Галут – это изгнание, ненормальное стояние не только в том, что человек находится не на своём месте, не у себя дома, но и вообще он не на своём месте и живёт не так, как он должен жить. Ненормальное положение, ненормальное стояние. Это было предопределено потомком Авраама ещё давным-давно. Союз между половинками, когда Всевышний заключил союз Аврааму, уже тогда он сообщил, ты должен знать, и знай это, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле, и будут их порабощать и угнетать там 400 лет. Значит, Галут уже был запрограммирован, он уже был запланирован, и сейчас он только реализуется. Но Галут, вот это ненормальное состояние, оно уже зависит от человека, который в этом состоянии находится, который его воспринимает. То есть, что значит ненормальное? То, что я воспринимаю как ненормальное, значит, для меня это Галут. Ну, если я с этим свыкся, и воспринимаю это как совершенно нормально, и я с этим... Тогда это уже, в общем-то, перестаёт быть Галута, по крайней мере, по отношению ко мне. И вот так вот лицо Яков-Каневский, стайпелер в книге «Метли Яков», так он и объясняет, что пока было живо поколение первое, пришедшее в Египет, в Египет, Ерцеф, его братья, те, кто пришли в Египет, они совершенно чётко ощущали, что они на чужбине, они не на своём месте, они не живут там, где они должны жить, жить они должны в Святой Земле, в Росисраиле, они находятся не дома, у них изгнание. И то, в каком месте... Просто это не дома, но и место, в которое они попали, это место неподходящее, но для потомков Авраама никак не подходящее место. Изначально бы его никто не выбрал для проживания, даже для времени. Но так уже распорядился тот, кто вершит судьбами. И пока это ощущение было живо, пока оно ещё было достаточно остро, то, в общем-то, самим пребыванием в чужой земле и реализовалось то самое предопределение Галута. Они ощущали, что они в Галуте, что они и в изгнании. Но вот и всё. Больше ничего нет. Гайки закручивать не нужно было. Но как только умер Иосиф и все его братья, и всё то поколение произошло, смена поколений. Новое поколение выросло, а некоторые уже и родились в Египте. Для них Египет был их дома. Они здесь выросли. Они чувствовали себя здесь достаточно своими. Чувствуют на месте. Они уже не чувствовали себя в изгнании. Вовсе нет. На прошлом уроке мы упоминали это. С одной стороны, Иосиф постарался, чтобы его семейство жило вдали от египетского населения, от коренного населения. Он выбрал для этого дельту Нила. С одной стороны, подходящую еврею по их роду занятия. Они пастухи, а там есть заливные луга. Это очень хорошо. А с другой стороны, подальше-подальше от населения, от коренного населения. Но долго это не продержалось, поскольку начался вот этот вот очень сильный прирост населения. То евреи, пробив бреши в этой добровольной черте оседлости, начали уже расселяться среди коренного населения. Ну и больше они уже чужаками здесь себя не чувствуют. А как же тогда галут? Ведь им же должен быть галут – изгнание. А если они чувствуют себя здесь на своем месте, изгнания нет. Поэтому пришлось закручивать гайки. Поэтому начинается пробощение. Для того, чтобы ощущение галута, для того, чтобы понимание того, что он находится в изгнании, и не на своем месте, для того, чтобы оно проникло, для этого пришлось их проботить. Поэтому Тура и подчеркивает, только после того, как умерло все то поколение, первое поколение пришедших в Египет, и новое поколение почувствовало себя уже на своем месте, а не в изгнании, только после этого и началось пробощение. Еще раз посмотрим уже более внимательно текст и обратим внимание на его подробности. «И встал новый царь над Египтом, который не знал Иосифа». «Новый царь». Раши приводит здесь цитату из Талмуда в трактате Сута. «Там есть спор между двумя мудрецами, Рав и Шмуэль, они расходятся во вгениях. Один говорит, что это действительно был новый царь, а другой говорит, что новыми были только его указы». Прежде всего, откуда возникает этот спор? Казалось бы, он ведь просто написан «И встал новый царь над Египтом». Причем нужно сказать, что новый имеется в виду не то, что он на самом деле новый. Нет, но вот он был старый, не новый, а новая политика, новые указы, новые законы, в том числе законы, драконовские законы по отношению к евреям, которые привели уже в дальнейшем и к их пробощению тоже. А штука-то в том, что с одной стороны написано «И встал новый царь над Египтом», но это непривычная для Торы формулировка. Обычно Тора пишет «И умер предыдущий царь, и встал царь вместо него, или встал тогда новый царь». Здесь отсутствует факт того, что сказано «И умер царь». Поэтому возникает первое мнение, кстати, у нас не сохранилось. Рав и Шмуэль, они спорят на эту тему, но неизвестно, кто из них что говорит. По крайней мере, один из них говорит, стало быть, поскольку не сказано, что прежний царь умер, стало быть, то, что сказано «новый царь», не имеется в виду, что действительно новый царь, а имеется в виду только его новые указы, новая политика. Второй говорит «нет». Хотя не написано, что он умер, но следует понимать, это действительно. Именно так, что это новый царь, действительно, по-настоящему новый царь. Дополнительный вопрос, который здесь возникает из-за этого комментария. Если, по крайней мере, по одному из них написано дальше, который не знал Юсефа, если это тот же самый царь, если он не умер, и новым был не царь, а новыми были только его указы, то как же тогда он не знал Юсефа? Уж кого-кого своего премьер-министра, своего самого сильного служителя должен был бы знать. Это объясняет, Рафидис приводит это объяснение, который не знал, сделал только вид, что не знал его. Вполне привычное человеческое поведение, когда человека, который много для тебя сделал, который во многом тебе помог, если не хотим чувствовать себя обязанными к нему, не хотим чувствовать признательность к нему, то сделаем вид, что мы с ним не знакомы, сделаем вид, что он их не знает. И ещё один вопрос. Опять же, то же самое мнение, которое говорит, что царь – это тот же самый, только политика его новая. Если посмотреть на хронологию, то евреи пробыли в Египте 210 лет. Ещё до этого, а царь, тот самый царь, который знал Йосефа, с которым Йосеф столкнулся, и который-то назначил Йосефа своим временщиком, он же царствовал ещё задолго, до того, как семейство Йосефа пришло в Египет, по крайней мере, несколько лет до этого, на первый взгляд, немножко слишком он долго живёт. Получается, намного больше 200 лет. А Майоралис Праги, который объясняет комментарии наших мудрецов и утверждения наших мудрецов в книге «Гвурот Ашем», поясняет в соответствии с принципами, которые он выдвинул в своём комментарии, и принципы эти мы уже здесь озвучили, поясняет, что не следует понимать слова мудрецов здесь буквально. Прежде всего, сам по себе этот спор кажется немножко странным. Это был новый царь или не новый царь? Мы рассказали о том, с точки зрения текста, почему этот текст толкает на этот спор. Это понятно. Но при всём при том, сам этот спор, он выглядит странно, потому что наши мудрецы никогда не занимались историей. Кто это был? Тутанахамон 18-й или Тутанахамон 23-й? Или, может быть, вообще не Тутанахамон был вообще какой-то из другой потом династии и так далее? Да какая разница? Историку, конечно, очень важно. О, историки написали толстые-толстые труды и филианты для того, чтобы решить, кто был фараон, угнетавший евреев. Был ли это Рамсес 2-й? Или, может быть, это был Мирнепта? Или, может быть, это был... С точки зрения историков, конечно, очень интересный вопрос. Но с точки зрения Талмуда, он совершенно не релеван. Абсолютно неинтересно, какой Тутанахамон был 18-й, 15-й, 13-й или ещё кто-нибудь. Да какая разница? Поэтому почему Рав и Жмуль нашли здесь причину спорить об этом, какой это был фараон? Старый или новый? И ещё, что представить себе, что этот фараон, который ничем, в общем-то, чего хорошего особенно-то в жизни не делал, а более того, оказался угнетателем и проработителем евреев, чтобы он прожил такую долгую жизнь, тоже как-то странно. Поэтому объясняет Майораль. Спор Рава и Жмуля следует понимать следующим образом. Тот, кто говорит, что царь был не новый, а новым была только его политика, это не значит, что это был тот самый царь, с которым имел дело Юсеф. Это мог быть его сын, это мог быть его внук, это мог быть его правнук. Самое главное, что это было тоже царство. Или, скажем это словами историков, та же самая династия. Династия фараонов в Египте было много. Стало быть, мнение первое, что новой династии здесь не было. То есть, естественным было бы предположить, что изменение отношения к евреям вызвано сменой династии. Опять же, для историков это совершенно естественно так предполагать. И опять же, многие историки связывают идеи такие, понятно, что ничем не доказаны, это гипотезы, предположения, но, по крайней мере, в качестве гипотезы, например, некоторые историки выдвигают связь, идею о связи Иосефа с гексосами, которые завоевали Египет, в общем-то, были внешними врагами, захватчиками, которые потом правили над Египтом, а затем египтяне сумели их выгнать, и пришла к власти новая династия, начались новые династии уже искольно египетских фараонов, а не гексосов. Ну и вот очевидно, в результате этого те, кто были связаны с гексосами, евреи, которые воспринимались как пришельцы и, может быть, даже как пособники чужестранных властителей, они попали тут же в немилость и в пробощение и так далее, и так далее. С точки зрения истории, конечно, интересная гипотеза, ничем не доказанная, но гипотеза. Так вот, первое мнение, правый шмуль, который спорит между собой, первое мнение говорит, на самом деле ничего подобного. Та же самая династия, и неважно, тот же царь, тут Анахамон, 18-й, 14-й, 13-й, 15-й, и в этом делается. Самое главное, что династия та же, но политика новая. Шенит-Хат-Шук-Зерутаф появилось новое отношение к евреям, новые законы, новые указы, которые постепенно-постепенно поставили евреев вне закона и превратили их в рабов. Второе мнение говорит, нет, следует понимать то, что написано, и восстал новый царь буквально, то есть новая династия. И новая династия уже совершенно по-другому относится к Йосефу. И тогда, естественно, понимается, что который не знал Йосефа, поскольку цифра нового появится в новой династии, откуда он знает Йосефа. Интересно, что Раши в своем комментарии приводит объяснение слов, которые не знал Йосефа, делал вид, что не знал, то есть он Раши здесь комментирует именно, сначала он привел, что есть оба мнения, но продолжение его идет только по одному мнению, а именно по мнению того, что говорит, что это была та же самая династия, и только фараон сделал вид, что он не знает, кто такой Йосеф. «И сказал народу своему, вот этот самый фараон, про которого мы не договорились, был ли он из новой династии или из старой династии, так или иначе он обращается к своему народу, скорее всего, вряд ли были эти слова сказаны на всенародном собрании, говорит он с более ограниченным кругом людей, с которыми советуется, «Вот народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас». И снова вопрос, и снова недоумение. Да ведь Египет же, это же колоссальнейшая держава, самая колоссальная держава древнего мира и по площади, и по силе, и по власти, и понятно, что и население было колоссальное. Можно себе представить, что семейство Якова, которое пришло в Египет в составе 70 душ, что оно за короткий период, меньше, чем за 200 лет, превратилось в народ, который был многочисленнее и сильнее египтян. Как же это понимать? Амаль Бим отвечает на наш вопрос так. Конечно же фараон не имеет в виду, что евреев стало больше, чем египтян. Конечно нет. Ведь мы знаем, что даже через много лет уже, когда евреи выходят из Египта, они всё равно намного-намного меньше по числу, чем египтяне. Они остаются маленьким народом по сравнению с колоссальной египетской империей. А имеется здесь в виду прирост населения. То есть, то, что обеспокоило фараона, это полученные им от его статистических институтов сводки о приросте населения. Немножко напоминает то, что происходит в современном Израиле. Понятно, что евреи в Израиле остаются большинством уже не один десяток лет. Но постоянно демографы говорят, да, но вы посмотрите на прирост населения. Ведь прирост арабского населения намного выше, чем прирост еврейского населения. То же самое сказали и фараонам. Конечно же, конечно же, евреи не так многочисленны, как египтяне. Об этом даже речи нет. Но прирост населения намного выше, чем у египтяна. Намного сильнее. И это обеспокоило фараона. Так объясняет Мальбин. Другие комментаторы, они сосредотачиваются на объяснении слова мимену. Рав веатсум мимену. Обычно, так как мы это перевели просто, ничтоже сумняшися. Вот народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас. То есть, чем мы? Ми-мену – это слово, которое означает превосходство. То есть, произносится оно как слово относительное, чем мы – ми-мену. И поэтому это поставило нас перед таким вопросом. А вовсе не обязательно так переводить. Одна из возможностей, мы только считаем, что будет раввин. Слово мимену, вероятно, следует толковать в том смысле, что и слова Авимелиха сказаны у Ицхаку. Есть у нас уже прецедент. Когда царь Грара Авимелих сказал нашему праотцу Ицхаку, уйди от нас, потому что ты стал сильнее нас. И снова Авимелих, хотя это не повышает страна. Город государства. Город государства. Но всё равно сказать, что этот город государства был слабее, чем Ицхак, который, в общем-то, был частным лицом. Да, у него очень хорошо шли дела, у него была невероятная браха, благословение, которое приводило к тому, что он быстро-быстро богател, но при том, чтобы Авимелих так сказал, что ты сегодня сильнее нас. Навряд ли. А что же там имеется в виду? В виду Авимелиха. Смысл там вот в чём. Ты уходи от нас. Почему? Потому что ты стал слишком могущественным для нас. Не могущественнее нас, а слишком могущественным для нас. Ты сильнее, чем то, что мы готовы стерпеть. То есть ты стал для нас слишком могущественным. Мы не можем праздно сидеть в стороне, когда ты всё больше и больше набираешь могущество. То есть есть какая-то черта, большинство согласно терпеть меньшинству. Плава Богу, оно его терпит. Но до какой-то определённой стадии. Когда это меньшинство переходит определённую стадию и становится многочисленнее и сильнее того, что большинство готово ему предоставить, вот тогда большинство начинает уже заботиться, и тогда его начинает это волновать. Так сказал Авемелех Ицхаку. Не то, что ты сильнее нас, но ты сильнее того, что мы готовы тебе предоставить. Ты перешёл эту черту, поэтому, пожалуйста, уходи. Мы не готовы, чтобы среди нас был кто-то, был какой-то чужак, который был настолько силён, как силён ты. Поэтому, пожалуйста, уходи. То же самое и здесь. Египтяне готовы были, безусловно, Египет – колоссальная империя. И Египет жил за счёт труда рабов, поэтому приток рабов в Египет был для него важным вопросом. Готовы египтяне для того, чтобы среди них жили чужаки? Да, конечно, готовы. Но определённая процентная норма, не больше того. Так следует это понимать. То есть, то, что сказал фараон, вот народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее, имеется в виду, там многочисленнее, чем мы готовы ему позволить. Они стали для нас, и тогда слово «мемену» понимается совершенно, то есть не более многочисленнее, чем мы, но многочисленнее по отношению к нашим потребностям и нуждам. Нам нужны рабочие руки, нам нужны еврейские головы, да, пожалуйста, но не в таком большом количестве. Так, это второй вариант объяснить. Есть и третий вариант, снова сосредотачивается на слове «мемену». Есть у него ещё одна возможность прочтения. Слово «мемену» мы сказали «чем мы» или «чем» или «для нас», как относительное, не как указание превосходства, а как относительное, больше, чем мы готовы стерпеть. А есть ещё один вариант перевода, третий. «Мемену» – это «от нас», не «чем мы», а «от нас». То есть, если евреи стали такими многочисленными и если они стали такими сильными, за чей счёт это произошло? За наш счёт, за счёт египтян. Они же питаются египетским хлебом, египтяне очень, по крайней мере, египетским хлебом и чменём. Нашу еду они едят. За наш счёт они наживаются, за наш счёт они размножаются, становятся сильнее, многочисленнее, могучнее. Это всё от нас. То есть, иными словами они. У человека, который это слышит, естественно, пробуждается ощущение, что кто-то здесь есть. Паразиты, которые живут на наш счёт, наживаются за счёт нас. Смотрите, как они разрастаются. А всё это на нашем египетском трудовом грунте. Понятно, что подобного рода слова были направлены для того, чтобы пробудить в слушателях негативное, как минимум негативное отношение к евреям, которые размножаются, плодятся, растут и богатеют за счёт трудового египетского народа. Аравир в своём комментарии записывает ещё несколько строк. Не имеет смысл прочитать просто, что он пишет. Обратим внимание на два очень существенных момента. Почему очень существенных? Да потому что перед нами впервые в Торе упоминается здесь речь, слова правителя, который пытается решить то, что в дальнейшем будет названо еврейским вопросом. И поскольку Рамбан ещё в книге Берешит научил нас тому, что Маосея вот Симанны Баним, что то, что происходит с нашими прадцами, это знак их потомкам. То, что произошло, то, что происходит с прадцами, это модель, по которой в дальнейшем будут развиваться события и с их потомками. Поэтому мы внимательно присматриваемся к этой самой первой, описанной в Торе, вспышке антисемитизма. Скорее всего, это была и первая вообще в истории вспышка антисемитизма. Но, по крайней мере, описанная в Торе, очевидно, первая. Поэтому мы очень внимательно о ней читаем. Равиш говорит, что здесь, в речи фараона, в том, что он в дальнейшем говорит, предложением ухитриться против него. Давайте ухитримся против него, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, присоединится, и он к нашим врагам будет воевать против нас и выйдет из страны. Это самый ранний пример проявления ненависти к евреям. Он не был спровоцирован ими. То есть, с точки зрения поведения евреев, ничего плохого, что могло бы спровоцировать египтян на ненависть к ним, не было. Фараон не говорит в своей речи, посмотрите, какие евреи совершают преступления или как они делают. То ничего, просто факт их существования, он не обеспокоил. Это первый факт. Фараон не смог предъявить им каких-либо обвинений. Иначе не было бы необходимости прибегать к хитрости, а можно было бы действовать против них открыто. То есть, если бы сказали, что евреи, живя на границе, занимаются контрабандой и проводят в Египет контрабандное вино из Палестины или еще что-нибудь в этом роде, так тогда можно действовать против них. Зачем, ну, давайте ухитримся. Не надо ухитриться, нужно просто усилить пограничные войска, усилить таможню, усилить еще что-нибудь и наказывать их по всей строгости египетского закона. Или, если можно было их обвинить в незаконной спекулятивной деятельности, в том, что они спекулируют на каких-то вещах, или обычные предъявляемые обвинения, ну, так можно было действовать при помощи закона. А здесь мы видим, и не Равирш первый, который обращает на это внимание, еще средневековый комментатор, уже указывают здесь на довольно странный факт, что фараон предлагает людям, с которыми он советуется, давайте ухитримся против них. Ухитримся. Это не то, что один сосед пытается сплести интриги против другого. Это правитель колоссальной-колоссальной страны, державы, самодержец, неограниченный правитель. Ему нужно ухитряться против какой-то группы своих подданных. Объединение Равирша. Да, потому что евреи ничем абсолютно не спровоцировали никаких мер против них, ничего плохого они не делают. Это первый факт. Второй факт. Ненависть к евреям не возникла в народе спонтанно. То есть спонтанное возникновение антисемитизма – это немножко из области мифов, говорит Равирш. Здесь мы видим, что ненависть к евреям была инспирирована свыше. Она была инспирирована правящими кругами. Именно они возбуждали в людях зависть к евреям. Указывают. Видите их? Они… Видите, как они многосли. По всем комментариям. Видите, какой у них прирост населения, как они растут. Видите, что они стали уже сильнее, чем мы можем это позволить. Видите, что все это за наш счет, что на наших харчах они так разжирели. Антисемитизм был политическим оружием, которое новый правитель использовал для консолидации собственных сил. Каким образом можно? Понятно, что править Египтом было совсем непросто. Колоссальная держава, очень большая. Большая по площади, население разбросано, население очень разношерстное, население разделено на касты. И править непросто. Как консолидировать население? Самый простой способ указать на внешнего врага и говорить, о, вот видите, вот это враг. И когда есть враг, мы все вместе тогда, мы забываем раздоры, которые между нами. Мы забываем неурядицы, мы забываем совершенно разные и подчас противоречащие интересы, мы все вместе сплотившись плечом к плечу становимся едиными против внешнего супостата. Так и здесь, фараон обрисовывает им. Вот, очевидно, в этот момент таких уж совсем внешних врагов. Я был, очевидно, с соседями пока что. Египет был достаточно силён, чтобы нагнать страх на соседей. Единственная держава, которая позволяла себе воевать с египтяниями, это было Ихетты. Очевидно, было какое-то перемирие. Значит, срочно потребовался враг внутренний, а не внешний, для консолидации населения. Вот мы и нашли внутреннего врага – евреи. Ничто не нового под солнцем. И в основном все исторические явления так же стары, как сама история. Пересказ слов Рамбана. Масей Авот, Симанны Баним. Деяние отцов – знак сыновьям. «Всякий раз, когда деспот хочет придавить своих подданных, он бросает им на растерзание другой народ, который те могут, в свою очередь, притеснять, вымещая на нём своё негодование». А Вирдж прибавляет здесь ещё один важный мотив. И дело не только в том, что указания на врага консолидируют народ вместе, но и народ, на который давят сверху, нужно иметь какие-то клапаны, в которых недовольство, через которые недовольство, через которые ощущения приниженных, униженных и угнетённых людей может выходить. Что это за клапан? Дайте человеку угнетаемому, чтобы он сам угнетал кого-нибудь другого. И вот тогда все его негативные чувства по отношению к угнетателю будут трансформированы в желание угнетать других. Такова природа человека. Фараон это знает. Откуда он это знает? По опыту или советники ему опытные так сказали. Но это действительно работает. Поэтому угнетаемому египетскому народу даётся на растерзание другой народ, который ниже их по социальной лестнице. Вот он, пожалуйста, нитя, как к собаке. Фас. Многие антиеврейские законы обязаны своим происхождением именно такой политике. Автор этих самых первых антиеврейских законов, фараон наш, вполне вероятно действовал под влиянием подобных соображений. Он стремился уравновесить своё деспотическое правление, создав для угнетённого египетского народа вот этот вот клапан. Каким образом, что за клапан, создаётся каста пария, то есть совсем уже отверженных людей, на которую все другие касты могли бы смотреть с презрением, с отвращением. Это как он надеялся, это дало бы его подданным уверенность в себе, ощущение того, что мы тоже чего-то стоим. Почему? Если есть те, на которых мы можем плевать, если те, на которых мы можем растоптать, значит, мы чего-нибудь стоим. Правда нас тоже топчет, правда нас тоже, но мы можем топтать других, значит, мы чего-то стоим. Ибо они стали бы считать себя более свободными, чем та каста, которую их учили презирать. В дальнейшем мы увидим ещё отношение Рамбана к этим вопросам, но пока что не будем спешить, не будем залезать вперёд. Вернёмся ещё раз к словам фараона. И сказал народу своему, вот народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее, чем мы можем ему позволить, давайте ухитримся против него, чтобы он не размножался. Значит, очевидно, главное, что его обеспокоило, это то, что он размножается. Иначе, когда случится война, присоединится он к нашим врагам. Что ему мешает? Бурный прирост населения евреев или другое? Или он боится того, что в случае войны евреи превратятся в пятую колонну, что они присоединятся к врагам и будут воевать против нас, и выйдет из страны? Уж совсем не странно. Если фараон обеспокоен тем, что евреи слишком бурно размножаются, казалось бы, самое лучшее решение этого вопроса, а чтобы они все ушли куда-нибудь подальше, и всё, и тогда не будет у нас проблемы. Нет человека, и нет проблем. Здесь мы видим наоборот, он этого боится. Чего он боится? Что если случится война, тогда он присоединится к нашим врагам, будет воевать против нас, и что? И уйдёт из страны. Значит, фараон хочет, чтобы евреи были здесь. Но если он хочет, чтобы они были здесь, тогда почему он беспокоен тем, что они размножаются? Может быть так. Может быть, он хочет, чтобы они были, он заинтересован в них, но в небольших количествах. Заинтересован, чтобы да, но. А если они совсем уйдут, тоже плохо. Если их будет очень много, плохо. Совсем уйдут, тоже плохо. Пусть будут, но немножко. Может быть так. А может быть и другое, может быть фараон сам ещё не знает, он знает, что его беспокоят. То есть еврейский вопрос уже возник, и он знает, что его беспокоит. Но что конкретно беспокоит? И что он собирается делать в дальнейшем, он тоже ещё не очень знает, он только делится своими советниками, своим беспокойством, своей заботой, но точно у него и плана точно у него ещё, может быть, ещё и нет. Может быть и другое. Может быть вся эта речь, поскольку фараон опасается, что у стен есть уши или он опасается, что сами его чиновники могут разнести слух и молву, то он сознательно камуфлирует и напускает туманы, чтобы сами его чиновники не очень его поняли. Может быть так. А может быть и что-то другое. Посмотрим, что говорят комментаторы. Прежде всего, Раша. Давайте ухитримся против него. Раша касается здесь ещё одного вопроса. Параллельно жить против него. Если фараон обеспокоен приростом еврейского населения, сыны Израиля, бне Исраиля, то это множественное число. И тогда можно было бы сказать, давайте ухитримся против них. Почему тогда против него? Почему единственное число? Возможный ответ на этот вопрос. А ведь есть народ сынов Израиля, есть сыны Израиля, множественное число, а есть народ. Может быть, это единственное число, ухитримся против него. Относится к народу, против народа. И Раша так приводит. Это самый первый его комментарий. Пшат. Давайте ухитримся против него. Имейте в виду против народа. Но все же, поскольку основное здесь действующее лицо, и во всем этом отрывке, действующее лицо главное – это бне Исраиля, то есть сыны Израиля, а не народ. Поэтому этим комментариям Раши не удовлетворяется и идет дальше, пытаясь объяснить это слово против него буквально. Как? Это мидраж. Наши учителя разъясняли, что против него в единственном числе относится к Всевышнему. И как тогда прочитать этот стих? Давайте изыщем уловку, ухитримся против избавителя Израиля. То есть не против евреев, не против сынов Израиля, а против того, кто их всегда избавляет и против того, кто их всегда опекает. Как можно придумать уловку против него? А вот какую уловку. Когда он защищает евреев, то он обычно расправляется с их обидчиками, с теми, кто их притесняет. По принципу Меда Кенегев Меда – меры за меру. Когда наказание им соответствует, по крайней мере, внешне, тем видом притеснения, тем видом угнетения, которые они применили против евреев. Так вот, здесь была идея, давайте с ними ухитримся так, чтобы Бог за них не вмешался и нас за это не наказал. Как можно безнаказанно придавить евреев, если мы будем наказывать их, облекая их на смерть в воде? Почему? Потому что Бог уже похлялся. Еще со времен Нуаха, после потопа, Бог дал клятву не наводить более потопа на мир. Стало быть, опасаться здесь наказания по принципу меры за меру, и что если мы будем евреев топить в реке, предположим, что Бог за это наведет на нас наводнение и потопит нас, можно не опасаться. Так Раша приводит два объяснения этого слова. Давайте ухитримся против него. Первое объяснение – Пшат против него, против народа. Второе объяснение против него, имеется в виду против избавителя Израиля. То есть будем их топить в воде, и тогда нас за это не накажется, сможем безнаказанно их притеснять. Дальше продолжает Рашик, и здесь он уже переходит к словам фараона, к его опасениям. Как понять тот самый вопрос, который мы задали? Если с одной стороны фараона волнует то, что евреев слишком много, то почему он тогда боится, что они уйдут от него? Пишет Раши, а не следует понимать эти слова буквально. То есть имеется в виду вот как. Если он выйдет из страны, наши учителя разъясняли, что фараон здесь говорит подобному человеку, который проклинает самого себя, относя проклятие к другим. Стой. У многих людей, многие люди опасаются говорить о себе отрицательно. То есть фараон имеет в виду вот что. Что если случится война, то евреи, превратившись в пятую колонну, присоединятся к нашим врагам, будут нас воевать и нас выгонят из этой страны, а сами и заплатят. Вот что имеется в виду. И выйдет из страны. Это мы уйдем из этой страны. Это нас превратят в беженцев. Вот почему сказано в стихе. И он будет воевать против нас и уйдет из этой страны. Это принятая совершенно форма, когда человек говорит о себе плохое. Он не хочет говорить о себе плохое, потому что то, что сказано, когда человек говорит о себе плохое, то уста человека они создают, они могут реализовать вполне все эти опасения. Поэтому человек, чтобы не сказать о себе плохое, он просто относится это к другим. То есть, имеет в виду, что мы уйдем из этой страны, мы превратимся в беженцев. А говорит он это, что они уйдут из этой страны. То, что назвали наши мудрецы Лошон Сагин и Ор. Лошон Сагин и Ор, то есть, это язык, эзопов язык, когда человека слепого, чтобы не сказать слепой, говорят, что он очень сильно зрячий. Такой прямо зрячий, вот сильно зрячий. Имея в виду слепого. Точно так же и здесь. Итак, Раши устранил вот это вот несоответствие, сказав, что на самом деле фараон обеспокоил, обеспокоило его именно рост еврейского населения. С его стороны, чтобы евреи все ушли, было бы неплохо. Только он боится, что будет обратно, что ему придется уходить из евреев, когда они присоединятся к его врагам и помогут им завоевать страну. А Равирш тоже обращается к этому вопросу. И прежде всего его интересует вот что. Откуда вообще это взялось? Почему фараон вдруг видит евреев пятую колонну? Ну хорошо, их много. Они размножаются. Ну и что? Какое тебе дело? Какое дело? Они присоединятся к нашим врагам. Почему они присоединятся к вашим врагам? Они же граждане Египта. Они же, как мы уже говорили, второе поколение. Они здесь родились. Они здесь, по крайней мере, выросли. Они чувствуют себя своими. Почему они вдруг присоединятся к врагам? Здесь срабатывает известный, очень интересный эффект, о котором говорят наши мудрецы. Раша приводит это в книге «Дворим». Эффект этот вот какой. Говорят наши мудрецы, если ты хочешь знать свое отношение к какому-то человеку, если ты не очень представляешь себе, как ты ему на самом деле относишься, то ты спроси себя, задай себе этот вопрос. А как этот человек ко мне относится? И вот то, как ты ответишь для себя на этот вопрос, как тот человек ко мне относится, и будет для тебя индикацией того, как ты к нему относишься. То есть, что это значит? Значит, это вот что. Что если я к кому-то отношусь неприязненно, например, то я буду ощущать, общаясь с этим человеком, что он ко мне неприязненно относится. На самом деле, на самом деле, то, что произошло, очень может быть, что у него, да, есть неприязнь. Но не исключено, что эту неприязнь вызвал я. Потому что в тот момент, когда я к нему неприязненно отношусь, то моя эта неприязнь ему передается. Но даже если это не так, если у него не возникает неприязнь, то, по крайней мере, свои отрицательные мысли о нем я переношу на него. То, как я способен повести себя по отношению к нему, именно такие намерения и действия я приписываю ему по отношению ко мне. То есть, если человек говорит, что некто самым наглым образом обманул его, или некто рассказывает о нем то-то, и то-то и то-то разносит о нем его и так далее. Это значит, прежде всего, что сам человек, жалующийся, способен таким образом обманывать, способен таким образом разносить молву. То, если хочешь знать, как ты относишься к этому человеку, если ты хочешь знать, что ты способен сделать по отношению к этому человеку, спроси себя, что ты думаешь о том, что он по отношению к тебе делает. И то это то, что происходит здесь. Фараон говорит, а они же – пятая колонна. То есть они люди вероломные, они представляют себя вроде бы как верноподданные египтяне, а на самом деле при первой возможности случится какая-то война, они тут же присоединятся к нашим противникам. Тот, кто ненавидит другого, пишет Равиш, обычно проецирует свое чувство на предмет своей ненависти. Проецирование чувства своей ненависти на предмет ненависти. Фараон, по всей вероятности, думал, евреи наши враги, им нельзя доверять. Почему он так думает? Да потому что он их уже ненавидит, поэтому он приписывает им ненависть к египтянам. Если их станет много и случится война, так они придут на сторону неприятеля. Но даже если этого не произойдет, они начнут размножаться так быстро, что Гушен вскоре станет им тесен. И тогда толпы, миллиарды евреев заполнят весь Египет, и нам просто здесь места не останется. Нам придется собирать чемоданы, уезжать мы в своей собственной стране превратимся в пришельцев. А они, настоящие пришельцы, они станут хозяевами этой страны. В дальнейшем снова ничто не нового под луной. В дальнейшем такие мотивы слышались из уст многих-многих антисемитов, которые, изгоняя евреев, именно приписывали им совершенно несправедливо. Евреи действительно всегда были лояльны к властям и верноподданы, но им всегда приписывалось симпатии к врагам, то, что они могут быть пятой колонной и так далее. Что же фараон предлагает? Давайте ухитримся против него. И какая же такая хитрость? И поставили над ним налоговых чиновников, чтобы изнуряли его тяжкими работами. То есть налоги – это дань, которая была возложена на евреев. Цель её была не в том, чтобы наживиться за их счёт, не в том, чтобы пополнить египетскую казну, а именно в том, чтобы остановить, чтобы изнурять его тяжкими работами. А это остановит прирост населения. Это известный закон демографии. Прирост населения растёт, когда люди находятся в удобных условиях, когда у них достаточно пищи, когда они живут вольготно, когда их не угнетают, не пропощают. Тогда население растёт. Как только начинается притеснение, как только не хватает пищи, как только начинаются материальные и другие сложности, то рост населения приостанавливается. Отсюда фараон делает простой вывод. В качестве первого шага мы их сейчас обложим данью сильной, такой, которая бы привела к тому, что эта дань будет их изнурять, и тогда рождаемость понизится. Что это за дань? Сказано в следующем стихе. «И он построил города-хранилище фараону Питон и Раамсес». То есть, это не была дань обычный налог, это была повинность, то есть, трудовая повинность, трудовой налог. Так пишет здесь Раши, что поставили над народом, над ним, над кем, над ним, над народом. А что представлял собой этот налог? Что они должны были строить города-хранилище для фараона. Есть здесь и другое объяснение, что значит, над ним поставили над ним налоговых чиновников. Снова здесь напрашивается тот же самый вопрос, почему поставили над ним? Надо было бы сказать, над ними, над сынами Израиля, поскольку речь все время идет о ценах Израиля. Поэтому лучше бы сказать, поставили над ними налоговых чиновников. Отсюда делают наши мудрецы выводы, вещь эта очень известная. Всем, кто хоть раз присутствовал на пасхальном седере, она уже известна, они уже это слышали. Мудрецы говорят, давайте переведем это буквально. Это местоимение над ним относится к тому, кто упомянут раньше. Кто это фараон? Сказал фараон. Стало быть, над кем поставили налоговых чиновников над фараоном? А именно, его самого вывели на работы. И объясняют мудрецы, как это произошло. Фараон обратился ко всему населению своей страны, объяснил сложности, тяжелые, экономические и другие, перед которыми стоит страна. И попросил от всего населения своей страны, без различия национальности, вероисповедания, пола и цвета кожи, от всех, от всех, от всех, попросил, чтобы один день все добровольно поработали бы на благо страны. Например, на сооружение крепостей, крепостных стен, военных объектов, городов-хранилищ и так далее. Ну, и в тот момент, когда такой призыв был, евреи, чувствовавшие себя вполне гражданами страны, они-то не чувствовали себя пятой колонной. Как это считал фараон, они присоединились к общему порыву и пошли работать добровольно. Почти все, не все, а почти все. Колено левее, как говорят наши мудрецы, осталось дома. Они не вышли на работу. И для того, чтобы усилить энтузиазм людей, то фараон сам вышел на работу. Сам таскал глину, сам месил глину, сам делал кирпичи. И поэтому, сказано, поставили над ним налоговых чиновников. Над кем? Над фараоном. То есть, он тоже тогда подчинялся. Он вышел как простой рабочий, подчиняясь урядникам, бригадирам и прорабам. И работал вместе со всеми. Так прошел целый день. Все вернулись домой. А евреям было сказано, что завтра необходимо продолжить. И так хорошо работали, такой замечательный был энтузиазм, что желательно продолжить еще один день. Еще один, еще один. А в конечном итоге их уже обязали работать. Так евреи попались на эту удочку. Так фараон их перехитрил. И таким образом они и постепенно-постепенно вползли в это порабощение. Читаем дальше. Но чем больше его притесняли, тем больше он умножался и разрастался. И опостырило им из сына Израиля. То есть, план фараона не удался. С одной стороны, ему удалось поработить евреев. Это да. Он пошел на уловку, он пошел на хитрость. Они попались, проглотили его наживку, попались на удочку. Это да. Но порабощение достигнутое иском в результате не дало. Ведь фараон их поработил не для того, чтобы у него были дополнительные рабы. Не в этом была его цель. Его цель была остановить прирост населения. А этого не произошло. Произошло прямо противоположное. Вещь произошла сверхъестественная, ненормальная. Чем больше его измуряли, еврейский народ, чем больше его угнетали, тем больше раздаемость только росла и росла, и росла, и росла. Этого не должно было быть. Не должно было происходить, но это произошло. И, как говорит здесь Раши, чем больше его притесняли, чем больше они стремились притеснять, тем больше Всевышний желал умножать и распространять. Как сказано, то, что мы перевели литературно, что чем больше он размножался и тем больше он усилялся, а в оригинале там сказано «кеннирбе» – «вы кеннифродс». То есть, если переводить это буквально, что чем больше его притесняли, он по мере того, что его притесняли, он так и размножался и так и разрастался. Вот так он… Чем больше притесняли, так он множился и так он разрастался. Аллегорическое, т.е. медраж, аллегорическое значение, которое выводит десметраж, что это как бы диалог происходит здесь. Фараон говорит «пеннирбе», что бы он… Давайте мы их будем пробощать и изнурять, давайте прибегнем к хитрости, что бы он не размножался, на что Всевышний он отвечает, если ты говоришь, что бы он не размножался, я тебе на это отвечаю, он так и будет размножаться и он так и будет разрастаться. И результат «Ваякутсумипнеибне Исраэль», ну как мы это переведем, как переводит большинство переводчиков, «и опостылило им из-за сынов Израиля». А что им опостылило? А вирш переводит «а всё опостылило». Ну скажем, наверное, так, этим словом «опостылило» противно стало. Пользуется, когда человеку говорят «жизнь ему опостылило», «жизнь ему опротивлено». Собственно, нет, ну хорошо, не получилось у них углетать евреев, не получилось остановить их рост численности, но от этого уже жить им не хочется, а опостылило, как это понимаете? Раш и так тоже объясняет. «Жизнь стала им постыли». А мудрецы говорят «медраж», значит, «пшат» имеется здесь в виду «ваякуцу мипне ибне Исраэль», «жизнь ему опостылило». А «медраж», «медраж» говорит, давайте понимать это слово буквально. Что такое «ваякуцу»? Хотя действительно в обыденной речи обычно это слово употребляется вот в таком переносном значении, когда человеку что-то опротивило или опостылило. Но корень-то этого слова – это «котс», «колючка». В «ваякуцу» тогда, если мы переведём это буквально, как это требует обычно медраж, это значит, что евреи были для египтян колючками. Что за колючки? Как колючка в глаз. То есть, всюду, куда, как говорит медраж, всюду, куда египтянин направлялся, всюду натыкался на евреев. Отправится ли египтянин, как говорят наши мудрецы, отправится ли он в театр или в цирк, если пользуется здесь реалиями своего времени, в римскую эпоху, когда общественные места, куда люди отправляются, это цирки, театры. Ну и приходит египтянин в цирк, и собирается он здесь на своё место. Кто сидит рядом? Еврей. Уйдёт он из цирка, отправится он в театр. В театре опять же в луже. Кто сидит? Опять евреи. Выйдет египтянин на набережную погулять. Кто по набережной ходит? Опять евреи. Ощущение, что евреи всюду и везде. Куда ни ткнёшься – евреи. Вот что означает здесь «ваякуцу нет на еврею». То есть, евреи были им как колючки в глаза. Всюду-всюду-всюду на такая же еврея. Не исключено, что можно эти два значения – ипшат, и враж – соединить здесь вместе. То есть, почему им опротивило? Почему им жизнью опостылило? Почему стало им противно жить в своей собственной стране? Потому что чувствуют, что их собственная страна уходит у них из рук. Что есть здесь чужие чужаки, которые просто становятся… Вот-вот они завладеют всей этой страной. Куда ни ткнёшься. Всюду евреи, здесь евреи. Там была эта старая песня десятки лет тому назад, как «евреи, евреи, если в кране нет воды, воду выпили жиды». Куда ни ткнёшься – всюду обязательно наткнёшься на еврея. Вот это вот ощущение и привело египтян к тому, что просто жизнь стала им не мила. Продолжаться дальше так не могло. Что-то должно было здесь измениться. Что-то фараон должен будет делать. Ну, о том, как он действует в дальнейшем, его дальнейшие шаги, об этом мы уже поговорим на следующем уроке, а здесь мы сейчас остановимся.